Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания фессалоникийцам, третья глава. Послания фессалоникийцам, как мы уже говорили, это не только первые послания, которые написал апостол Павел, по крайней мере, те, которые нам известны, и очевидно, что это так. И, кроме того, это первые вообще литературные памятники Нового Завета. И, конечно, несмотря на то, что в этих посланиях малых по объему мы еще не встречаем какого-то развернутого богословия, всего то, что мы с вами найдем в последующих посланиях апостола Павла, они для нас дороги тем, что они отражают именно ранний, начальный этап миссионерской деятельности. Собственно, те проблемы, с которыми начала сталкиваться христианская церковь, которая только-только делала свои первые шаги по распространению уже даже не в Малой Азии, а в Европе. И было бы наивно считать, что мы это, собственно, отчасти знаем по книге деяний, но посланиях даже опережают, что образование церковных общин, оно бы не столкнулось ни с какими трудностями. Они, конечно, неизбежно были, потому что мы понимаем, что христианство — это было что-то принципиально новое, совершенно чуждое и по существу своему противоположное тем верованиям, прежде всего языческим и различным другим, восточным, которые существовали в Древнем мире и были известны. И самое главное, что христианство требовало принципиальной переменной жизни от людей. Если, как мы хорошо понимаем, языческие верования не предполагали какого-то переворота, человек мог наладить свои отношения с божеством, принося регулярно какие-то жертвы, совершая какие-то ритуалы, но жизнь его, она, в принципе, строилась по принятым установкам. Его религиозные верования, эту жизнь, по сути своей, никак не реалгоментировали, они её не улучшали и не изменяли. То новая вера, она требовала от людей, каждый это знает по личному опыту, потому что каждый раз тоже когда-то пришёл в церковь и переменил свою жизнь, поэтому и перед нами встал этот злободневный вопрос, а как жить дальше? Вот мы жили каким-то образом до крещения или до момента, когда мы стали церковляться, и переступив порог церкви, открыв для себя это новое измерение отношений с Богом, для нас, естественно, точно так же вставали эти вопросы. Может быть, это было давно для кого-то из вас, может быть, недавно, но они сохранили свою актуальность, и на самом-то деле вот эти вопросы взаимоотношения в общине, взаимоотношения с окружающим миром, какое-то непонимание, даже притеснение со стороны окружающих, это всё то, что, в общем-то, мы тоже с вами во многом прошли, и поэтому, естественно, что эти послания являются не просто историей двухсилетней давности, а на самом-то деле в этих текстах во многом, конечно, мы можем найти и личную историю нашего обращения, и поэтому эти послания, они для нас не на то, что они, в общем-то, незначительные по объёму, несмотря на то, что они находятся на периферии посланий апостола Павла, тем не менее, они очень важны, и всё равно из них мы можем для себя вывести большое количество самых разных уроков. Итак, 3 глава, 1 стих. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея и брата нашего, и служителю Божия, и сотрудника нашего благоставения Христом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что нам так суждено». Итак, в Афинах, где апостол Павел какое-то время находился один, Тимофей принёс ему новости о Фессалоникийской церкви, и в том числе рассказал им о тех притеснениях, о тех гонениях, которые на неё обрушились, с которыми она столкнулась со стороны своего окружения. Напомню, что само пребывание апостола Павла в Афинах было очень непростым, и хотя книга «Деяния» отчасти сглаживает остроту этого момента, всё-таки мы с вами должны понимать, когда мы читаем рассказ о том, как Павел выступает в афинском Ариапаге, что это был суд, это не просто было разбирательство, Ариапаг — это был высший суд Афин, и, естественно, неизвестно, чем закончился бы он, потому что проповедь новых богов, она преследовалась и каралась. И то, что провозглашённо апостолом Павлом в воскресенье было признано с неким сарказмом, чем-то безобидным и малозначным, чем, по сути, своё спасло апостола от почти неминуемых сложностей и возможного заключения даже казни. Итак, ситуация в Афинах была для самого апостола очень непростой, и тем не менее он готов остаться здесь один, а потом он один даже отправится в Каринф, большой портовый город Греции, в неизвестность, которая его там ждёт, не зная, чем может закончиться его приход. И вот в Афинах он никогда больше в свою жизнь уже не вернётся, испытав в них, по сути, свою неудачу проповеди. И вот тем не менее, хотя здесь наличие рядом и Тимофея, и других спутников помогло бы апостолу Павлу, да, дало бы ему хоть какую-то, но гарантию безопасности, он готов себя обречь на это одиночество, на беззащитность, лишь бы фессалоникийская церковь устояла в тех трудностях и испытаниях, которые легли на её плечи. То есть здесь мы видим удивительную характеристику апостола Павла, его жертвенность, его готовность ущемить себя ради спасения тех, которых он привёл ко Христу. И он напоминает фессалоникийцам, что когда он был у них, он предсказывал, что мы будем страдать, как и случилось, и вы знаете. «Посему и я, не терпя боли, я постал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришёл от вас Тимофей и принёс вам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Итак, апостол Павел из Афин отправил Тимофея обратно в Фессалонике, сам он ушёл в Каринф, и здесь уже в Каринфе Тимофей принёс ему добрые вести о вере в Фессалоникийцкой церкви и о том, что те испытания, которые приходилось нести, и она мужественно и стойко переносила, и поэтому, естественно, конечно, эти добрые вести оживили апостола Павла. Его присутствие в Каринфе тоже не было простым. В какой-то момент Диане рассказывают, что он был почти на грани отчаяния, и тем не менее в ночном видении Бог ободрил его, сказал, чтобы он не умолкал, и что у него для апостола Павла здесь как бы есть поле веры и тем уже, которые его послушают, которые присоединятся к церкви. И сам апостол Павел говорит об этой скорбе и нужде, то есть и о материальных трудностях, которые он вынужден был терпеть, вот, и сам себе зарабатывать на пропитание. Поэтому, ну, при этом, видимо, что он не просит довольно бедную, да, фессалоникийскую церковь, тоже о какой-то вспомоществовании он никогда не искал в тем, кому обращался, какой-то корысти для того, чтобы избежать каких-либо нареканий, для того, чтобы избежать обвинений в том, что его проповедь, она вызвана корыстными мотивами. Интересно, что вот в этом отрывке мы встречаем дважды, апостол говорит, первый стих, «Не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах», и дальше пятый стих, «Не терпя боли, послал узнать о вере вашей». То есть, действительно, как бы не хватало даже апостолу Павлу, и он этого не скрывает, терпения, настолько он переживает за своих адресатов, настолько он беспокоится за них, что вот он не может, да, как бы в какое-то равновесие войти, в душевное, пока не получил о них добрые вести. Сам апостол говорит о том, что он благодарит Тимофея, который принес добрую весть о вере вашей любви, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Но мы при всей скорби и нужде наши утешили с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, что вы стоите в Господе. Какую благодарность можем воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим. Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не достает вере вашей. Апостол благодарит Бога. Такую благодарность мы не раз встретим на протяжении в тексте этих двух посланий, и действительно это благодарность за то, что сам апостол Павел не может непосредственно участвовать сейчас в жизни в Фессалоникийской церкви, он делает только опосредованно, через послание, но он верит, что Бог, как бы, его дело возрастит, что он сохранит эту общину от трудностей, даст ей стойкость в испытании, сам устроит ее жизнь. И апостол говорит о своей радости, и, кроме того, о молитве, ночи и день, всеусердно молясь о том, чтобы встречи их и воссоединение все-таки состоялись, но выражая уверенность в том, чтобы Бог, Отец и Господь наш Иисус Христос управил путь наш к вам, в то же время он говорит о том, чтобы Господь да исполнить, преисполнить любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь. То есть, по сути своей, мы видим, что третья глава, она заканчивается молитвой. И такие молитвы тоже неоднократно можно встретить на протяжении посланий фиссоникицев, потому что, не имея возможности общаться с ними, апостол Павел как бы общается с ними через Бога, через его посредства. Он все время молится днем и ночью о тех, кого он оставил и кого, по сути своей, предоставил тем самым Богу. И здесь очень важно, что в этом обращении 11 стих мы видим в одной линии, в одной цепочке стоит Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос. Это важно, тем самым апостол Павел таким образом выражает свою веру в божество Иисуса Христа, приравнивая его здесь к Богу, именно в своей молитве. И именно Иисус Христос, Господь, он как бы должен ответить на эту молитву. Именно ему апостол Павел отводит эту роль. И прежде всего это касается того, чтобы фессалоникийцы имели любовь друг к другу. Действительно, это было одно, наверное, из главных проблем церковных общин. Разные люди, оказавшиеся вместе, конечно же, порой испытывали по отношению друг к другу какие-то, может быть, противоречивые чувства, о многих нестроениях и разногласиях мы знаем из этих посланий, из других посланий, прежде всего из посланий к Оринфинам. И поэтому тема разделений она, в общем-то, одна из самых существенных для всех посланий апостола Павла в целом. Он все время хотел примирить с друг другом разные составляющие разных церквей. И мы с вами уже об этом подробно говорили на примере послания к Римлянам. И здесь сам апостол Павел является примером этой любви. Он говорит о том, что он преисполнен этой любовью по отношению к всем ним. То есть, сам он любит всех, как бы без разбора, не делая для кого-то каких-либо исключений, не выделяя кого бы то ни было. И вот такой любовью он и просит их любить друг друга и молит о том, чтобы сердца сохранили свою непорочность. И, конечно, это касается не только внутренней чистоты, но и сердце будет непорочно, когда и жизнь человека будет непорочна, когда дела, которые он совершает, будут исключены в какой-либо грех, какое-либо противодействие Богу. И поэтому, конечно, ведь внешнее оно всегда отражает и внутреннее. Если жизнь человека греховна, то и внутреннего состояния оно тоже будет греховно. Поэтому, конечно, эта молитва о непорочности сердца, сохранении его в святыне перед Богом, оно отражает это желание апостола Павла, чтобы действительно фессалоникийцы, они жили, олицетворяя свою новую веру, и как бы вот здесь мы видим, что это необходимо для того, чтобы в пришествии Господа Иисуса Христа со всеми святыми перед Богом оказаться чистым, действительно, чтобы встретить Христа. Эта тема ожидания Христа, она тоже является одной из ключевых в этих посланиях, практически все главы заканчиваются вот такого рода пожеланиями, и тем самым мы понимаем, что действительно ранняя церковь, она жила этим напряженным ожиданием Иисуса Христа. И дальше апостолы Павел по сути своей продолжают. Вот это окончание третьей главы, оно является вступлением к последующему тексту, главе четвертой, где как раз апостол Павел также затрагивает проблемы, связанные с поведением христиан, а также с их ожиданием второго пришествия Иисуса Христа.